давно думала сделать этот расклад и тут меня именно попросили сделать расклад на город мариуполь и досталось городу конечно ой-ой-ой я не буду говорить кто прав кто не прав я могу только сказать что благодаря российской армии и ребятам из о днр в мариуполе были уничтожены крупные формирования фашистов я не правосалу к ребятам из вас и у в общем то я отношусь нормально если они конечно не отмороженные не становятся на циками это ребята которые давали присягу и они воюют за свою родину по так скажем по клятве по обязанности а вот остальные это фашисты и смешно слышать конечно когда говорят что это не так но когда они расписные все синие синие черные с фашистскими символами в портретами гитлера но ребята очевидно это отрицать даже в принципе сам зеленский признал это это я не приемлю и это ни в коем разе не приемлют высшие силы я знаю что они чьи-то мужья чьи-то сыновья мне даже писали а если бы ваши дети там оказались мои дети там никогда не оказались они если бы оказались там то они могли оказаться только будучи как мирные жители которых либо вы захватили в плен туда согнали ну или в крайнем случае как в силу но ни в коем случае ни в коем случае никак азовцы моих там детей никогда бы не было вот это то что про азов это азов и к сожалению это основа вот этого разрушения города в первую очередь ну эти времена в общем-то минули давайте посмотрим мариуполь на сегодня 4 июня ну все отлично налаживается восстанавливается стараются нивелировать все последствия этих военных событий жизнь постепенно налаживается город который воскресает так вот я бы сказала да вот этот карта которая символизирует город вот она как сейчас развивается событие я опять же понимаю что он и при этом довольно таки быстро многое непонятно ну как сейчас формулирую многое непонятно что как что делать как организовывать то есть это в принципе допустим мелитополь и херсон просто зашли в общем довольно таки спокойно города были сданы и там уже сохраненной инфраструктуры все это восстанавливается здесь все разрушено практически все и поэтому знаете как вот когда приходишь к старикам в квартиру которые уже не могут что-то сами себя до конца обслуживать и видишь бардак и в общем то не понимаешь за что хвататься и руки просто опускаются вот тут очень похожая ситуация тем более как всегда любая бюрократия это очень тяжелый механизм для раскрутки но по моему городом по братимам для мариуполя стал питер поэтому я думаю что у вас реально все очень быстро будет развиваться я уже видела там мчс разбирали дома именно питерские когда первый раз увидел удивилась очень потенциалы есть действие тоже есть и предстоит очень и очень кропотливая работа то есть она началась и она будет продолжаться очень кропотливая работа результаты которые не будут быстро видны только постепенно как дальше будет развиваться события мариуполе ну предстоит очень тяжелая работа решение очень тяжелой ситуации но объединенными усилиями будут решаться все вопросы и конечно жители мариуполя и сам город из сложившейся ситуации выходят новым обновленным у людей у многих очень изменилась пониманием вот эта карта очень часто говорит разрушение ценностей которые уже устарели нужно новое новое приходит новые ценности новое понимание новые взгляды новая жизнь еще один посмотрим момент раз эти карты под руку прыгнули мы их и возьмем одно время украинские каналы арестович и ежи с ними прямо буквально кричали что они вернут мариупол они освободят азовцев но результат мы знаем давайте посмотрим будет ли попытка высылу вернуть мариуполь разными способами с моря суши неважно но об этом думают хотелось бы по одной простой причине что город очень ценен это порт даже пытаются собрать какое-то подразделение но это все иллюзии это все мечты которые в общем-то не воплотятся хотя приложение будут даже с кем-то договора могут быть но опять же это всего лишь размышления действий не ожидается вообще никаких пентакли карта медленная очень во всяком случае в ближайшее будущее даже а будут ли диверсии в мариуполе информация закрыта но при этом товарищи конечно думают как это сделать но дорога закрыта полностью то есть в любом случае украине сейчас не до мариуполя им бы другое сохранить или вернуть вот такой расклад прям про мариуполь город возрождается все будет хорошо тяжело очень тяжело но хорошо насчет возвращения иногда спрашивают стоит ли возвращаться давайте посмотрим на данный момент уехал стоит он возвращаться в мариуполь нет это будет необдуманное решение во всяком случае прежде чем принимать какое-то решение вы должны хорошо подумать если куда возвращаться будет ли работа да вот выплачивать какие-то деньги готовы вы работать на восстановление города и у вас есть куда возвращаться можете вернуться и участвовать в восстановлении города нет подождите не торопитесь пусть немножко что-то устаканится тогда вы будете знать куда хотя бы вам вернуться поэтому прежде чем принимать какие-то решения очень очень хорошо подумать эта карта говорит что если сейчас возвращаться то скорее всего это будет необдуманное решение большой риск ну риск в том плане что там где вы находитесь может быть сейчас гораздо спокойнее проще поэтому хотя бы немножко вот до конца июня подождите желаю всем хорошего дня нервного неба над головой пускай для вас все что происходит пройдет очень быстро легко здоровья всем вам и вашим близким до новых встреч